У нас с вами в истории уже были апартаменты. Вы просто каждый по-разному это понимаете. В 30-х-40-х годах коммунистическая партия и непосредственно грузинское руководство построило апартаменты в разных селах Абхазии на курьих ножках. И привезло это количество людей, которые на первых порах, по большому счету, ничего не значило для Абхазии. Они были фактически бесправными людьми. Их практически подняли с тех земель, где они жили. Но со временем это количество выросло. И они стали влиять на многие процессы в Абхазии. Вот с нами произойдет то же самое. Как бы здесь сладко не пели, что количество людей, которые придет и приобретет апартаменты, не будут влиять на те или иные политические процессы. Все это вранье. Наши некоторые политики договорились до того, что братский народ Российской Федерации ставит в один уровень с европейцами, с теми, которые нас не признают. Говорят о колонизации, говорят о Абхазской населенной стройе. Кого они имеют в виду? Граждане Российской Федерации? Те, кто так думает и те, кто сейчас меня слушает, я хотел бы вас попросить, вы еще раз освежите в своей памяти высказывание Владислава Ардзенба, что является гарантом существования Абхазского государства. Какие силы? Я хочу вам напомнить, он говорил об этом неоднократно, и сегодня это все актуально. Это волеизъявление народа Абхазии, поддержка российского государства.